Всем привет! У нас грустные новости. Вчера погибли три украинских бойца, три украинских героя. Александр Войтенко, Вячеслав Алексиенко, Дмитрий Мироненко погибли в районе Новолуганского. И вечная им память, это потеря для всей страны, соболезнования их родным и близким. Героины вмырают. Ну а Зеленский сказал, что отправляет туда министра обороны и командующего вооруженных сил Хамчака, и чтобы они разобрались, доложили, что там происходит. Владимир Александрович, там война происходит. И все разговоры о том, что у нас какой-то невероятный режим тишины, и все, и войны не будет, все это закончилось ничем. И, как оказалось, просто прекратить стрелять, как обещал Зеленский, это не работает. Это было понятно сразу, понимаете, какой шикарный план, просто прекратить стрелять. Сегодня у нас в этом году уже погибло 13 украинских бойцов. Это катастрофа, и это должно заставить нас, Зеленского, в первую очередь, понять, что там идет война. А это означает, что нужно отменять вот эти решения, когда на наших бойцов могут налагать штрафы за то, что они стреляют в ответ. Вообще, какие-то согласования, то есть там целое, дать удар в ответ, стрелять в ответ, это целую историю, нужно там какой-то пройти согласований. Но так на войне точно не работает. Поэтому эти решения нужно отменять, и нужно дать нашим командирам решать, когда и как реагировать в ситуации. И, конечно же, отвечать огнем на огонь. В этом даже уже Кравчук говорит, до него дошло. Я бы, например, делал зеркально. На каждый пострел отвечать пострелам. Не треба ждать, что это провокация, что это не провокация. Пострел есть пострел. И если они стреляют, отвечать мы так же. И не треба ждать, пока кого-то уже убьют. Зеленский, это нужно делать немедленно. Важный момент, что и в Минске ничего абсолютно не движется, это понятно. И это уже признают и Ермак, и все остальные. В общем, вся эта история, просто прекратить стрелять, она не сработала. А что же делать? А нужно начинать просто понимать, что война идет. Что нужно бороться за каждый метр нашей земли. Что нужно возвращаться на те позиции, которые мы оставляли в прошлом году зачем-то. Отводя наши войска. И что нужно развивать армию. В 2014 году армии вообще не было. Не было ни еды, ни формы, ни патронов, ничего. Вот просто ничего. Всем народом отстраивали армию. Народ, власть, все. И в итоге за пять лет построили одну из лучших армий в Европе. Нужно возвращаться к этому. Нужно строить армию. К сожалению, последние полтора года в этом смысле потеряны. Гособоронный заказ не выполняется. Новые вооружения не поступают. Стратегические программы, как там, например, ракеты, ну там, Днептуны, противотанковое украинское оружие. Все остановлено де-факто. И это беда, и это нужно прекращать немедленно. Вот она реальность, потому что иначе мы не вернем ни Крым, ни Донбасс. И у нас еще и полная катастрофа в руководстве вооруженных сил. Вот при нынешней ситуации, когда уже погибло 13 человек с начала года, какой-то безумный конфликт происходит между министром обороны и командующим вооруженных сил Украины Хамчуком, министром обороны Тараном, и командующим воздушных сил Дроздовым. Потому что министр обороны как-то случайно узнал о том, что украинские самолеты военные используются для ставки оружия из Болгарии в Руанду. В общем, он это запретил, а они там с этим спорят. Дело дошло до судов в Виннице, в Киеве. Друзья, но они явно делят не ответственность, и не награды, а делят что-то другое. Похоже на то, что делят просто кэш. И вот это воюют друг с другом. Зеленский их собирает и мирит. Последний раз перед своим отъездом, на День Святого Валентина в Дубае. Потому что детский сад, не могут поделить самолетик, а воспитательница пытается помирить. Это, в общем, какой-то полный бардак. Это нужно тоже немедленно прекращать. Так мы Донбасс не вернем, а там беда. Послушайте, что люди говорят о том, что происходит в Донбассе. Брать 2014 год и сейчас, то лучше стало то, что в город больше не прилетает, по крайней мере, по месту, по центру. Не слышно постоянных бомбежек и всего такого. Но это, наверное, единственный плюс, который изменился за все вот эти вот 6 лет, которые существует Донецкая Народная Республика. А так, как не было нормальной банковской системы, так и нет. А как был комендантский час, так он и есть. Ну, минусов больше, чем плюсов, это явно. А по средней зарплате, по региону, ну, насколько я знаю, минимальная у нас стоит 8 тысяч рублей. Средняя, может, 10-12. Ну, 1015-12, наверное, люди получают в месяц. Меня моя зарплата устраивает. Я работаю в учебном заведении. В принципе, как у бюджетной организации, вполне доступная зарплата. Но сказать о том, что мне хватает этой зарплаты прожить месяц, я не могу, потому что цены достаточно завышены. Вот по сравнению с ценами в России, ну, не на все, конечно, позиции товаров, но есть такое. На Донбассе, вы видите, жизни нет, черная зона, катастрофа. И в это время Путин говорит, что Москва, Донбасс не бросят. Владимир Александрович, а мы, друзья, держим строй, развиваем армию. Наступит момент, мы вернем и Крым, и Донбасс. Но мы должны быть к этому готовы, со всех точек зрения, и в первую очередь, с точки зрения вооруженных сил Украины. У нас есть в этом смысле серьезные прорывы. Одно из наших подразделений вошло в силы быстрого реагирования НАТО. Это лучшие силы НАТО. И туда приняли украинское подразделение, как соответствующее всем стандартам. Мы еще не в НАТО, но наши военные уже показывают уровень такой. И еще одно подразделение готовится к этому. Поэтому мы можем, и наши военные, и настоящие герои могут. Надо только им помогать.